Сельский клуб И я пригласила Андрея на танец. И во время танца поинтересовалась. Девчонки там такие, они в селе не то чтобы строгие, но такие. Я говорю, слушай, а мне не достанешь сюда от местных девчонок, что вот я тут местного парня приехала и приглашаю местного такого видного парня. Но этот вопрос ему очень польстил. Польстил и зацепил. Улыбчивая городская девчонка крепко засела в голове первого парня на деревне. А дальше многочисленные встречи, общение через письма. Мы долгое время встречались на расстоянии. То есть Андрей жил в деревне. Тогда не было не то чтобы сотовых телефонов. Не было обычных проводных телефонов. У нас не было в доме. То есть это был какого-то, 98-й год, да? 98-й год. Мы писали друг другу письма посредством почты России. Вот. Интересные письма. До сих пор они у нас все сохранены. В 2000-м Шубины решили пожениться. Кстати, даже фамилию Анне не пришлось менять. С Андреем они однофамильцы. Ну и вообще я всегда говорю, такому мужчине, как Андрей, хочется рожать детей. Хочется дарить детей. С ним надежно, спокойно. Но без кризисов в отношениях, как во всех семьях, конечно, не обходилось. Один из таких случился, когда появился третий ребенок. Шубины еще жили на съемной квартире, но уже строили мечту в свой собственный дом. Он работал буквально 24 на 7. Мы его не видели. Он уходил еще темно в 5 утра и возвращался уже темно в 11 вечера. Это все хорошо, да, все для дома, все для нас. Но в какой-то момент я уже стала понимать, что мы отдаляемся. Я буквально поставила ультиматум, что невозможно жить, не имея общих интересов. Так зародилась первая семейная традиция – ходить на воскресную службу. Вера, наряду с любовью и уважением, стала основой семейных отношений. Вера, она остается внутри. Это уже не навязанное родителями чувствами. Это то, что у нас у каждого есть. Это то, во что мы верим, и то, что она дает нам сил. Ты доверяешь воле Божьей, и все складывается наилучшим образом. Даже таким образом, который ты даже по себе давал и не спланировал никогда. И это все не безосновательно, когда молодежь боится рожать много детей. Это на самом деле ответственность. Это на самом деле страх невозможности обеспечить достойно себя, своих детей. Страх отказаться от каких-то удовольствий, да, то есть потому, что это возрастают обязанности. Но, тем не менее, доверившись плану Божьему, каждый ребенок дан нам. И мы каждого приняли с любовью и с благодарностью. Сегодня сын Николай с красным дипломом закончил университет. Старшеклассница Софья – победитель многочисленных конкурсов театрального мастерства и вокала, планирует поступать на актерское. Федор радует маму своими песнями. Миша пробует себя в каратэ, а самый младший Сергей увлекается робототехникой. У главы семьи Андрея свой строительный бизнес. Анна тоже не отстает. Увлечение дизайном интерьера превратилось в серьезное дело – собственную интерьерную студию. Я буквально с работы уезжала в роддом. И с роддома заезжала на работу. Заезжала на работу, да, не выпуская телефон из рук. Но и этого активной и креативной Анне показалось мало. А потому ее решение участвовать в конкурсе «Семья года» безоговорочно поддержали все. Еще раз нам нелегко бывает, будем честны, но мы всегда пишем все проблемы. Если мы подстаем, то саду на пути рядом. И мама рассказывает, мы вот это подготовили для конкурса, мы вот это подготовили для конкурса. Я такой думаю, мам, у тебя там три чата, в которых ждут вопросы, где стоит что-то проконтролировать. Но на самом деле мама с папой все успевают. А главное – успевают уделять время друг другу, приглашая на свидание. Это теперь тоже семейная традиция. Я читаю объявление о фиесте в Нижнем Новгороде, это вот когда воздушные шары. Я такая думаю, я туда хочу. Буквально вот слух это произнесла на кухне. Соня дочек такая, мам, а я на выходных дома никуда не планирую, езжайте, я вам помогу с малышами. Мы даже переспрашивать не стали. Мы за 20 минут вот так, хоп, прыгнули в машину и умчались. Еще в основе семейного уклада Шубиных – почитание традиций своего народа. В доме звучат сказки на родном языке. Анна изучает историю и особенности чувашской вышивки. У Шубиных и гардероб имеется в традиционном стиле. Сорочка у главы семьи, у хозяйки сарафан и головной убор с монетно-бисерной отделкой. Носят наряды как в быту, так и на празднике. Самый любимый – акатуй. Его обязательно посещают вместе с детьми. Любимая традиция. В этом году Шубин и всем составом встречали первых гостей главного чувашского праздника. Акатуй – один из самых важных национальных праздников чувашского народа, посвященный окончанию весеннеполевых работ. В переводе с чувашского «ака» означает «сев», «туй», «свадьба». Главными персонажами на этой символической свадьбе являются саха и землян, повенчавшиеся во время весенней крестьянской страды. Издревле чуваши в этот день собирались для того, чтобы поздравить друг друга с приходом лета, встать в общий хоровод и спеть любимые песни. Особенности современного национального костюма чуваши Анна в качестве модели демонстрировала на подиуме в Чебоксарах. Здесь прошел конкурс мастеров этнического костюма. Коллекция ульяновского дизайнера Елены Урисметовой оказалась в тройке лидеров. Коллекция Едкерлих – это наследие. То, что я впитала с детства с молоком матери, с рассказов бабушки, вот, можно сказать, побудила бабушкин сундук. А здесь очень много всего. Вот это у меня женская рубашка, считается, у нас рубашки есть. Вот сколько самотканок у меня. Это вот для постельной принадлежности. Здесь вот мужской обычно шили. А здесь даже есть у меня такой вот кусочек, из него шили штаны мужские, детские, вот этот специальный был. Он уже, видно, не очень высокого качества, потому что повседневный. Елене было семь, когда она впервые села за швейную машинку. Тогда училась шить фартуки, передники для своих бабушек. А вот по-настоящему традиционным народным костюмом стала заниматься 10 лет назад. Начала с изучения истории возникновения, особенностей моделирования, формы и кроя. Особое внимание уделяла вышивке. Сегодня Елена уже передает эти знания подрастающему поколению. Хочется возобновить и передать, чтобы это все не потерялось. Передать молодежи, показать. И поэтому даже пошла по приглашению, конечно, преподавателям до образования в гимназии 79. Мне очень нравится. Мы там изучаем, пока изучаем узоры. Но это начало-начало. Вот это тоже вот, это мама у меня носила. Я часто его, как вот, одеваю, даже вот на подуе этого сделала себе. Любовь к народным традициям Елена впитала от бабушки. Трепетное чувство у Рисметовой передали и своим сыновьям. Дома всегда говорят на чувашском языке. В обиходе много предметов с национальным колоритом. А на столе традиционные блюда. Мы сегодня вас будем подчивать салма яшки. Это суп с клетками. Традиционная чувашская еда. Его обычно готовили во время свадьбы. Еще такая церемония знакомства невесты проходит, когда едят вот этот суп салма яшки. Его еще как-то продают, вот этот клетский. И обычно вот старались кормить кормящей мамы. Потому что это много энергии дают. И самое главное, здесь у нас есть, почитается, трава борщевик. Это полдран. Но не тот борщевик ядовит. Это совершенно другой. Его я заготавливаю специально, езжу деревья на малую родину. Чтобы вот энергию своей малой родины чувствовать вот в этом старинном чувашском блюде. Ну и какое же застолье без традиционного чувашского напитка. Пивоварение чувашское – сложный обряд, сопровождаемый особыми песнями и старинными поверьями заговорами. Пахти, пахти, хомла, пахти. Я варю пиво по старинным традициям. Проращиваю зерно, делаю сама солод. А потом в духовке тамлю солод где-то 7-8 часов. Ну сейчас же духовки удобные. Поставила и легла спать. Утром уже готова. Вот это очень нравится технология. Но делаю, конечно, обязательно в глиняных горшках. Это вот я варю пиво в дань уважения предков. Для керзеры, примерно, для праздников. Обязательно в деревню на Троицу я варю пиво, все ждут. Кстати, хмель Елена использует и для приготовления чая. Собирать и заготавливать травы для душистых и ароматных напитков – еще одна традиция семьи Урисметовых. Здесь вот у меня чаи. Я люблю собирать травы. Мы ездим даже на родину, именно на родину. Потому что там экологически чистый район. Я уверена там, знаю этот район. И здесь вот я собираю чаи. И потом на чувашском языке сама пишу. Вот здесь пыль, пыл, курыки, медуница. Чав, габусь – это у меня клевер. Хельгене – это кипрей ферментированный. Вот так все у меня сложено. Даже саргават – это зверобой. Раньше как? Вот это все висело дома, да? Кто какой чай хотел, для лечения примерно. И они отрывали, заваривали и пили чай. Я его вешаю в предбаннике. Это мы с мужем. Бердо вот это сами вы смастерили. По чувашским традициям всегда наливают первым в голове семьи мужчине. Гости гостями, вы пришли да ушли, а нам жить. И мясо больше. Это очень густой бульон, долго наваристый. И аромат трав. Как трава называется? Борщевик. 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 Потрясающий вкус, Максим. Я такого еще не пробовала. Это вроде бы наш суп с клетками, но не такой, что он и простой. Мне досталась ваша любимая клетка, большая. Такие клетки считаются самыми вкусными, большими. Песня о том, что очень приятно пить чай в таком приятном кругу с друзьями, с товарищами, с подругами. Хмельной чай, да? Я чувствую, как будто бы мяту. Или это так пахнет хмелью? Мята, душица, хмель. Потрясающий запах, потрясающий. Самый успокаивающий. Снотворный. Я после съемок сейчас не снотворный. Сейчас мы все пойдем сейчас. Простота и порядок, верность традициям, дружелюбие и душевность. Основа уклада крепкой семьи, у которой обязательно есть будущее. Светлое, счастливое, сильное. Чувашскому народу очень много лет. Потому что даже считается язык у нас самый один из древнищих. Потому что у нас нет рода женского, мужского. У нас все одно. Поэтому у нас иногда бывает трудно разговаривать. Вот этот акцент у нас остается у многих. Но не надо быть Иваном, не помнящим своего родства. Если знаем и корни свои, мы будем крепче, сильнее. И Россия, она многонациональна. Надо нам жить в мире, но стоять твердо на своих ногах, на корнях своих. Надо дружить, надо любить свой народ и уважать других. И будет мир во всем мире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова